Так, ребят, ну начнем еще. Вопросы, как мы поступили, маленько отвечаю на них. Уже видно даже по окну. День прибавился сильно, ближе к лету. Ну, быстрее летом, да? Дождались, называется. Так, ребят, вот, привет опять же передать Олегу Хохлову, я уже передавал видео. И Владимир Саймонт, ну такая вот аватар, не знаю, фамилия, не фамилия. Вот Олег собрался диски разболтить свои, у него отстоят, я так и не понял, то есть от БРДМа или родные от 66-го, то есть у него диски разборные на болтах, есть такие. То есть, или это от 157-го. Ну вот хорошо, вот в восьмом видео он мне ответил, Олег, и Владимир ему там, ну хорошо, как бы диалог такой получился, знаете, здоровый, что как это сделать? То есть, как бы выпрессовать болты, то есть, для чего это делать? За середину вытаскивает, ее переворачивает, и у него немножко разводит колеса. То есть машина становится устойчивей. То есть, ну, удачно все сделать, потому что там и прессом надо выдавливать, и, скорее всего, эти болты, они не так запрессованы, да, но еще и зажавели. То есть, ну, как и делается, удача. Кстати, это хорошая затея машины. Устойчивее становится. Вот. Не вопрос тоже тут, а комментарий один написал. Николай Емельянинов. Ну, это тоже, да, и вопрос, кстати, задал. Привет тебе. У него ГАЗ-3381, 13-го года. Пробег 24 тысячи километров. Вот, правда, читаю это все. Полетела раздатка, ремонт обошелся. Раздатка самого у официалов делал 58 тысяч. Плюс 4,5 за замену. Ребят, ценим, да? Нормально? Когда регулировать? Ну, представляете, если она на 24 тысячах сломалась, когда ее регулировать надо? Постоянно. Надо лазить под нее и смотреть. Единственное, что я заметил, почему мы полезли под нее. Один раз перед этим выбило раздатку. Вот просто один раз. Просто ты включил, поехали, она, чик, выгулите его ручкой. Ну, знаете, как будто не довключил. Уже есть, на что-то посмотреть, да, внимание обратить. Следующее. Потеки масла, если на хвостовиках, вот на этих, да, где вот, ну, из подсадника, в смысле, на это внимание обратить. Ну, самое первое, почему, понял, залез и за крестовину, где проушины, да, вот эти вот, просто начал карданом качать. И вал болтается. Вот он, подшипник, болтающийся, как увидеть. Ну, со стороны, грубо говоря, ручника, не знаю, как увидеть. Ну, наверное, здесь достаточно будет тоже смотреть. Вот у него развалился, подшипник, перегасило, два зуба вылетело. Ну, они заднюю включили, они там запвинили, и вообще просто корпус разорвало полностью. То есть, дорого, ребят, дорого. Не знаю, когда регулировать. Ну, наверное, все-таки правильно мне писали, что надо от 66 поставить, один раз переделочку сделать, и хотя бы доступ к 66 к запчастям ближе становится, но они дешевле. Ну, это, конечно, беспредельная цена, 58 тысяч, я считаю. Так, Максиму Глушкову, привет. Смотрит наши поездки, видео, комментарии пишет. Ну, то есть, приятно. Всего хорошего. Так. Дима Грешникова, а тарка у него такая, 66-й, сделал двигатель 240-й, но я понял, так, без семерки, это, то есть, не турбовый. На родных мостах еле едет. Правильно ты говоришь, что он еле едет, вот у него даже до 50, говорит, ну, 50 с горы еле катится. То есть, на родных 66-го мостах машина не будет ехать. Надо ли коробку переделывать, вал, ну, на 24 первичную на коробке ставить, или там на 22 зуба ставить, ну, как Бычковскую больше делать, да, Пазовскую вот так вот даже назовем ее, больше делать. Ребят, ну, или надо все-таки пары в мостах поменять. Ну, я ему там вот Сашкин номер скинул, то есть, как они созвонятся, Сашка, наоборот, поменял, то есть, ему надо тихоход сделать, чтобы мощнее был. Ну, соберутся. Ну, то, что он хотел, знаете, поставить между раздаткой и двигателем, поставить еще раздатку от 157-го, почти вплотную к коробке, ну, не знаю, это совсем что-то замороченное, ну, может, так делают, или я неправильно понял, что он хотел так сделать, ну, что-то совсем. И вот он хочет радиатор, у него постоянно рвет впереди. Ну, вот как он на рамке стоит, вот на этой, то есть, рамка разгибает его, разрывает постоянно от вибраций, даже от самих вибраций, понимаете, пайка плохая, материалы плохие, ну, несовершенство всего, да, вот этого. То есть, и он хочет поставить за кабину его и электровентиляторы. Ну, я бы вообще от этой идеи отказался, знаешь, почему? Потому что, во-первых, электровентилятор рассчитан на кратковременную работу, то есть, ну, сколько она у тебя включается, машина, да, допустим, ездит, ну, там, может, за месяц два раза включится вентилятор, а может и вообще полгода не включаться. А тут ты его поставишь на принудиловку постоянно, этот электролюбитель сгорит, то есть, идея не очень. Ну, как я вот понимаю тоже, да, вот смотрю, нет, не надо такую часть делать, делать вот так. Так, следующее. А, ну, вот, смотрите, на 66-й вопрос еще был. Какой кожух все-таки поставить? От пазика или от бычка? На 66-й надо поставить от бычка с круглыми креплениями. Ребят, вот я нашел там где-то фотографии у меня есть, в это видео обязательно вставлю, то есть, ну, чтобы понятно было. На 3308 ставится от пазика, вот так. Еще тут мне, кстати, парень написал, вот он у нас с Кемерова, у него, он говорит, у меня такой же газ, у меня стоит лебедка, кардан, не прямой, у нас просто прямой на лебедку и все, да, у него через подвесной, как на 66-м, почему так? У меня, говорит, так не подойдет. То есть, я не знаю почему. У него машина 33251, то есть, я полез в интернет, смотрю, что это за модель такая. Так это и есть вот этот 33081, понимаете, вот этот дизельный газик. Но, какая разница между ними оказалась? Я даже этого сам не знал. То есть, скорее всего, на заводе две конторы собирают эти машины, ну, как-то их там, не знаю, там у них укаживают свои документы, по-моему, так вот, наверное, получается. То есть, если в чистую, Егерь-2, это газ 33251, вот. Если, допустим, с одной кабины, это Садко называется. То есть, вот так. Но у нас документы, как вот у нас, двухкабинный, ну, он нигде не Егерем не написан, он просто 3381, и все. И так правильно, и так правильно. Совершенно одинаковые машины, совершенно одинаковые показатели. И при том, что, знаете, ну, я так понимаю, даже документация рукой писана. Для чего это сделано? Ну, тоже, как бы, есть такая модель, вот так, мы знаем, как, почему. Ну, и вот так. Ну, сам удивился, кстати. Максиму Клушкову, привет. Смотрит почти все наши видео, и хотел бы, знаешь, попробовать, чтобы мы финскую свечу зажгли на рыбалке где-то, поехали. Ну, попробовать можно. Я видел, как в интернете, как это делается, довольно несложно все это, ну, по-простецки, да, все это такое походное. Но, ребят, я считаю, все-таки это походная свеча, больше, наверное, ну, финская свеча, да, вот эти три бревна, четыре бревна, там, из пяти бревен, да, ну, какого диаметра ты будешь считать, то есть зажигается внутри, и она горит вот так вот. Кто-то, допустим, просто один балан бензопилой вот так вот шинкует, зажигает и тоже горит. Ну, я все-таки считаю, это больше для зимы такая вот штука, ну, потому что, как бы, и обогреться от нее, от нее жар больше идет, ну, лучше, чем от костра, и снег под собой она не топит. То есть, просто, как бы, ради эксперимента попробовать можно. Привет тебе. Так, как идет газет по снегу? Ребят, я не знаю, честно. Ну, то есть, мы по снегу не ездили, но, единственное, я вам скажу, что резина, это грязевая, она по снегу идет очень плохо, то есть, буксует. Ну, и тоже, как там, спросили, вы там подкачкой пользуетесь, спускали, как по снегу идет, ну, я не знаю, честно. То есть, по целику, по целине мы нигде не ездили, ну, скорее всего, надо колеса, конечно, спускать и ехать, то есть, на спущенных колесах. Ну, все-таки, надо какие-то, вот, как мы сейчас на этих, попробовали, да, вот эти бандажи, эти цепи поставить, конечно, лучше. Это, ну, то есть, на цепях он будет лучше идти. То есть, это однозначно. Ну, или резину какую-то надо менять. Это только для грязи, скорее всего. Так, вот тоже вопрос был. Насколько он экологичный, газик? Ну, то есть, вот у нас Евро-2 написано. У нас даже в документах, кстати, Евро-3 написано. Не знаю, потому что Евро-3 вообще шли с электронным оборудованием. А Евро-2, это, ну, как-то там, тоже, поршневая как-то по-другому сделана, аппаратура современней, вот. И, то есть, сам смысл, насколько экология? Ну, я не знаю, насколько экология. То есть, ну, да, завели, он подымил, подымил маленько, чуть-чуть, как бы, прогреется, и все, больше не дымит. Ну, я даже и вот так вот мимо его ходишь, то есть, если у тебя аппаратура нормальная, в состоянии форсунки, ну, как бы, все не забито. Это, да нет, ни черного дыма никакого, перегазовки нету, ничего. Ну, то есть, со временем, да, у кого-то появляется черный дым, улетает, сейчас уже какие-то сажевловители ставят на современных машинах. Ребят, ну, я считаю, знаете, как, есть электромашины, вот даже, знаете, как, ну, то есть, я читал, что выпустить электромобиль, это, то есть, вред, ну, вред окружающей среды на 80% больше, чем, допустим, эта машина, ну, вот обычная, ну, так сказать, даже, наверное, бензин, на бензине, которая ездит, на 80% больше вреда нанесет, изготавливая аккумуляторы, изготавливая там какую-то электронику, вот это все. Чем просто бензин пережигать, допустим, ну, срок службы автомобиля. То есть, чем ты на бензинке дольше ездишь, так же и аккумуляторы, они не безграничны, то есть, они какой-то срок есть, надо новые ставить, их по-новому изготовлять, потом их утилизировать, в итоге же надо, да, эти аккумуляторы. Ну, я считаю, знаете, как, экология, она штука такая, пополам. Ну, если у нас на разрезах, знаете, как тут Белазы ездят, у них вот такие поршня, да, ну, то есть, туда льют, просто там никаких дожигателей нет, у них сжигатели, ну, какая экология, да. Что-то я как-то немножко к этому не, это... Я всегда, знаете, пример приведу такой, что один он, какой-нибудь вулкан, столько выбросит тебе за день, что миллион машин столько не выбрасывает газу. Вот так вот. Ну, может, я не прав. То есть, у каждого свое мнение, скорее всего, и вы правы. Так, Николаю Ковалеву, привет. Говорит, что если вам не нравится 32 на 8, 66 не нравится, купите 131. Ну, я согласен, конечно, надо 131 купить, и, ну, как бы, проще двигатель на него можно, и, как бы, родной тоже плохо тянет. Кстати, бензинка плохо едет, тянет, жрет много, полкинг жрет, куда там, вот. Но опять я говорю, для чего у вас машина? То есть, ребят, если просто, как говорится, свою жопу катать на рыбалку, да, куда-то, ну, три моста, я считаю, это крутить, ну, сильно расходно. Будка, она практически такая же получится, как на 66. Ну, то есть, бессмысленно полностью, как бы, 131. Лучше он идет или хуже? Ну, понимаете, может быть, где-то в каких-то местах получше пойдет, где-то похуже, потому что маневренность, во-первых, машина длиннее стала, во-вторых, обслуживать 6 колес или 4, да, вот, ну, смотрите, как бы, вещи такие разные. Вес у машины разный, совершенно, как бы, такой вот. Для чего? Вот для чего вам машина? Все, если вы, допустим, как вот у нас, 131, здесь вот по делянкам ездят, лес пилят, ну, такое вот, знаете, как, Уралом-то и возить особо нечего, а 131, да, пойдет лес возить, вес какой-то на себе, крепкая рама у него, ходовка, ну, конечно, ни в какое сравнение с газиком вообще не идет ходовка. Лучше, намного лучше, ну, просто, если пустому, как бы, как у нас пустой кузов ездить, да нет. Бессмысленно, то есть, точно говорю. Так. Сейчас вот с приветами и с ответами будем уже. У меня тут и ответов. Так, давайте начнем. Спрашиваю, зачем защита на сальнике, вот же стена, ребята, вот стоит, знаете, как вот, то есть, на коробку ставили, там у нас в одном видео есть, там мы ее ставили, ну, написал парень, я ее просто выкинул, все, не стал заморачиваться, она не нужна. Ну, я согласен, если ты ездишь, где травы нету, она не нужна. Ну, мы ездим, где трава. То есть, ну, во всех режимах, как бы, в болото заедешь, там она такая, знаете, ее даже не разорвать эту траву. То есть, наматывается на вал и разрезает сальник. То есть, она настолько набивается туда, разрезается на машинок, на некоторых, это вообще очень большая проблема. Ступичные подшипники, там где-то, допустим, трава подлазит, гранаты у кого-то на нивах, ну, пыльники режет травой, то есть, ну, я считаю, защита нужна. На нивах даже, знаете, капроновая такая защита. И у нас также на крестовине, тоже некоторые заметили, у нас защиты, чехолчики стоят такие, ну, уже один задний отрывали его несколько раз, да, допустим, привариваем, ставим, но выкидывать его, как отказываться от него, я бы не советовал никому, потому что дополнительная защита все-таки и на крестовинах трава наматывается, она тоже эти сальники оттуда выбивает. Вот такая вот. Грязь будет попадать потом, вода, все это, ну, и масло не вытекет, да, с узла, с какого-нибудь. Нужна защита. АБС, как она у нас работает? АБС работает, ребят, ну, знаете как, на маленькой скорости километров 30, я даже не понимаю, что она сработала. Ну, а, допустим, если ты на скорости километров 80 идешь, вот такое-то, резко затормозить, она, да, так, чик-чик-чик-чик, останавливается и четко. Но, знаете как, машина все равно кидается. Из-за чего, объясню. Все равно вот этот рывок в сторону, потом ее выравнивает, все равно есть. Знаете, как даже у руль, ну, как бы такое, есть, дернуть ему хочется куда-то в сторону машины. Из-за чего? Ой, особенно перед это дергает. Два цилиндра. Нужно постоянно, чтобы колодки были, ну, разведены и равномерно поднашивались. Вот. То есть не хватает этого одного нажатия, педали, чтобы колодки, ну, с равным усилием разжались одновременно. Не хватает. И вот тут, получается, уже АБС-ка срабатывает. Но все-таки я считаю с АБС-кой лучшим, ребят. Уже объяснял тоже, потому что резина с шашкой большой вот такой. Если ты, ну, из всех колес, допустим, у тебя затормозит одно резко, то есть вот этот пятачок, который, ну, да, шашку вот эту, ее просто срежут. То есть это проблема на 66-х. Ее просто отрезают и все, ее потом шлеп нога вот такой ездит. То есть, ну, плохо. Ну, нужна она, не нужна. Ну, стоит, работает, пусть стоит. Не будет, ну, будем за тормозами смотреть. Ну, единственное, что колода хватает, ну, как по нашему ритму езды, колода хватает на 5 тысяч. Знаете, как на Феррари, короче, там на 5 тысяч тоже рассчитан, да? Вот, 5 тысяч, все. Их или даже в круговую меня, или за это время за 5 тысяч уже какие-то где-то сгорели, какие-то что-то там случилось с ними. То есть это все постепенно меняется. То есть колодки в запасе всегда в гараже. На дороге, ну, с собой их не берем, бессмысленно. То есть проще вообще отглушить эту трубочку, там тоже несколько раз уже показывал, как это делается. Просто отглушаем на трех колесах едем. То есть вот опять ОБС-ка лучше, то есть помогает затормозить лучше. Так, вставлю в это видео, кстати, как заводить бензопилой. Тоже спросили, где это видео, как это там показано, ну, как это сделано. Ребят, ну, вставлю в это видео, все. Так, трос на лебедке, да, вот я сказал, что у нас на 18. Ребят, непростой трос. Это не строительный, знаете, как вот, ну, там, чалки какие-то плетут с него. Ребят, трос, у него сердцевина более такая стальная, прямая, как проволока, ее даже вот так не согнешь. То есть он змеей у нас вот так не путается. Ну, некоторые, знаете, как путают, что можно просто любой трос купил, намотал его и все. Нет, не пойдет так. Там свой, наверное, ну, именно для лебедок троса. То есть он не путает вот так вот змеей. Просто вот так вот, знаете, как пружина, не работает. То есть он как ровный, вот так вот. То есть свой. Да, вот когда еще гнали машину, он тоже, наверное, фотки вставлю там где-то, когда мы ее гнали вообще. Поймать машину на дороге не могли. Она, знаете, вот так вот прям. Я еду сзади, звоню Ваде, а он телефон даже не слышит. Настолько шум в машине был, ну, в кабине. Вот я говорю, там много чего переделано в ней. Просто от новой, это вообще небо и земля. Вот что-то сейчас с ней с этой машины. И вот я ему звоню, говорю, от тебя люди шарахаются. Он говорит, я ничего, я ее поймать не могу, говорит, на дороге. Ну, в итоге, когда мы приехали, 400 километров, да, гнали ее. То есть с платформы снимали в Новосибирске и там. И перегоняли уже до себя. Ребят, рулевой редуктор был откручен. Вот такие вот вещи, как на заводе делают. То есть все опасно. Тоже вот спрашивают, какую машину купить. Унимок, УАЗ-66, 131. Я не знаю, какая вам нравится такую покупать. Вам ремонтировать или вам за нее платить. И куда вы поедете на ней. Ребят, я говорю, вы поймите, каждый кулик свое болото хвалит. Я, допустим, ну, вот после тех переделок, которые мы сейчас сделали с этим газиком, я вам говорю, ну, это не верх совершенства, конечно. Ну, более что-то стало на какой-то процент надежнее машины. То есть надежнее в каком плане? Что, вот знаете, ехал-ехал, она просто сломалась. Вот так вот. Ну, такого, наверное, уже не случится. Даже вот ребята спрашивают. Забыл я его. Вот мне буквально на Айл-КТ. Ну, не помню. Парня. И вот он спросил, может, вообще надо на этот газик раму от 131-го взяла переделать, и все, и проблем нет. Ребят, так надо 131-й тогда купить, и все, и тоже проблем нет. Ну, или 66-й купить. У него рама-то такая, значит, швейер вот такой здоровенный там стоит. То есть он какие-то ракетные даже установки на себе таскал. Сейчас, я не знаю, что-то газет на себе таскать может. Ну, как специально для армии сделан. Ну, наверное, чтобы там, сколько машина должна, да? Три минуты на поле боя быть, да? Чтобы ее расстреляли, сожгели уже. Или водитель сам сожгет ее. Так, вот, ребят, еще, как бы, парень пишет. Вы ехали, я там вам летом в каком-то месте помахал. Ребят, ну, извини, конечно, что не ответил там, как-то там, не узнал тебя. Но, честно, много кто-то и помахал, кто-то посигналил, кто-то, вот, я ехал, кто-то посигналил, а я тоже ему, привет, сигналил, а у меня поворотник включен. Вот он не выключился, понимаете, чего? Вот как вот. Ну, может, это даже хорошо, что кого-то не запоминаем на дороге. Где-то встречались, еще что-то там. Ну, допустим, переписываемся, вот так вот, да, вот он, говорит, я вас на дороге видел. Ребят, да, наверное, хорошо, что, как бы, я бы плохого человека запомнил. Вот это, наверное. С этой давайте позиции смотреть. Я плохого всегда запомню. Хорошего, ну, не запомнил, извините. Вот, с маслонасоса на рулевой редуктор. Какая шланга? Вот тоже, Сашка мне тоже с кургана написал. У меня, говорит, я, говорит, поставил шланги, говорит, у меня руль, говорит, не повернуть, говорит, шланги гудят вообще. Я ему говорю, какой диаметр шланга? Он говорит, у меня, говорит, смизинец шланга. Ну, вот смотрите, а у нас внутри смизинец. Я не знаю, какой это диаметр. Ну, сейчас уже не знаю, ну, как... Я сейчас даже не замерю, потому что там уже эти наконечники приваривали, переделывали. Какая-то шланга, сколько внутри? Ну, скорее всего, миллиметров 10 внутри. То есть диаметр. То есть, если вы трубки родные уберете, ребята, диаметр не заужайте, руль не будет поворачиваться. Даже если вы поставите насос, ну, мощнее, как мы, НШ-16 поставили по отношению, да, завод 14-й НШ-а сейчас начал ставить. То есть, ну, чуть получше стало, да. Но трубки-то все равно отламываются. То есть, просто от вибрации отламываются. Как у нас отломилось? У нас не текет, ничего. Руль поворачиваешь, начинает просто с бачка масла выкидывать и все. Трубка треснула, и она начала в себя подсасывать масло. Как мы это увидели? Ну, просто начали все разбирать, все подряд просто брать и разбирать. А когда ее шевелюли на ней трещины, все. Не текет. Вы представляете, какая штука? Не текет. Плохо, короче. Я говорю, шланги обязательно надо поставить. То есть, я там, ну, первым, наверное, видео показывал, как мы это делали, где мы их провели. Провели по тем же местам, по родным. Единственное, что регулятор немножко отодвинули, потому что изгиб за меня вот этой шланги, ну, такой резкий получится. Ее просто так же от вибрации отломило бы наконечник. Ну, пока стоит нормально все. Ну, и, кстати, в запас с собой эту шлангу возим. У меня две одинаковые получились. То есть, вообще три делали, да, чтобы в запасе у нас было. Ну, как сказать, руль очень легко крутится. Я вам честно говорю, хорошо и легко. То есть, внутренний диаметр не заужайте. Ну, практически надо такой же, как на трубках, оставить. Как вы там будете делать, не знаю, но вот такой вот. Вот опять вопрос, как по снегу идет. Ну, плохо идет по снегу. Так, вот, про подушки спросили на коробку. Какие мы поставили? Ребята, родные. Все, подушки остаются родные. То есть, именно на вот этот газик, 3381. С пасовским кожухом все. Если вы ставите на 66-й кожух Бочковский, там идут Зиловские подушки с круглыми отверстиями. Ну, вставлю, главное, видео это. Ну, не видео, только картинку. Вставлю, как они круглые отверстия. Так, Олег, вот мне тоже там, знаете, когда я вопрос-то задал, кто как выходит, да, у кого аккумуляторы сели. Олег, вот мне Хоклов-то написал, он говорит, я бензогенератор с собой вожу. Правильно? Хорошая идея. Так, ну, вот вопрос еще. Какой лучше, с турбиной или без турбиной двигатель все-таки? Ребята, ну, у меня такой ответ. С турбиной мощнее. Значительно мощнее. Быстрее обороты набирает. То есть, для, допустим, 66-го подойдет без турбины, потому что машина сама легче. Она 3,5 тонны, по-моему, весит, да? Ну, что-то, по-моему, 3, там, что-то с чем-то вот такое. У нас 6,5 тонн. То есть, ребят, надо бы с турбиной все-таки. Именно 81-й газик. Тяжелее он сам. Почему-то по себе тяжелее. Вот. Вот, видите, все это мы взвешивали. Так, ребят, ну, вот ровно с этого момента. Сейчас я вот врезочку вставлю в девятую часть, потому что я ее сейчас пришлось перезалить по новой. То есть, кто видел уже, ну, часть эту, наверное, пришлось поправить. Я там сказал, что газ-66 намного, как бы, легче, 33-08. Но дело в том, что меня поправил парень Владимир Саймон. Да, я вот ему привет передавал. Кстати, хороший комментарий пишет. Ну, и то есть, да. Да и вообще, комментариев много, как бы, отзываются люди. Читайте. То есть, объясню сейчас, почему это произошло. Вот. То есть, просто 66-й, ну, пустой, бортовой именно, бортовой, весит 3,640. Вот он как написал. Ну, да, я действительно сравнил в интернете по документации, посмотрел. В снаряженном состоянии, ну, то есть, это вес 2 тонны он на себя берет. 5,970. Ну, примерно вот такое, да. Вот, 30-й, 0,81 весит, пустой, бортовой, обычный, да, не будка. 4,290. В снаряженном 6,515 килограмм. Но, опять, смотрите, почему произошла такая неточность. Я табличку вставлю, у нас на табличке полная масса 6,500. Ну, то есть, опа, уже ошибка, да, произошла. Но дело в том же, когда мы заезжали на веса, веса показали 6,200. Я еще, говорю, странно, говорю, у нас, мы еще так удивились, дядя Толе посоветовались. Говорит, а у нас он тяжелый, он говорит, а чего он тяжелее? Рама, говорит, легче у вас. То есть, ну, да, говорит, лебедка тяжелее, 131, но она потяжелее маленько. Ну, говорит, ладно, вы поставили, как бы, коробку от зелка, она там на 10 килограмм тяжелее. Говорит, что он, говорит, тяжелый-то у вас такой, я говорю, да не знаю, у нас веса показали. Я говорю, вот, даже бумажку, кстати, дали. Вот, и понимаете, откуда вот эта ошибка произошла? Ну, вот так вот приходится, короче, переделывать. Ну, читайте комментарии, кстати, нормально путевые, то есть, как бы, вот. Вот еще вопрос был, кстати, тоже вставлю, наверное, в это видео. Сетка на радиаторе зачем? То есть, у нас, ну, заметили, когда мы радиатор делали, там, алюминиевую сетку, знаете, одно время ей номера закрывали, ну, там, якобы, радар ее не видит. Вот, то есть, лопасть поворачивается в воде, то есть, у нас сейчас мягкий такой, знаете, вскользь может погладить по радиатору. Ну, то есть, раз погладит, два погладит, ну, то есть, она, как бы, трубочка медная, стенка тонкая, ее прошелкает. Ну, какая-то надежда есть, хотя бы, что алюминий просто сгладит и по нему, ну, не достанет. Можно стальную сетку какую-то поставить. Не знаю, ну, на охлаждение никак не влияет, то есть, ну, ничего не повлияло. Вот так, это для этого сетка нужна. Ну, такие неточности еще раз, как бы, извиняюсь, да, тоже посмотрел. Ну, вес практически одинаковый, 33, ну, наверное, на килограмм 700-800 тяжелее. Ну, там свои особенности, наверное, какие-то есть тоже, и тормозных камер больше, еще что-то такое. Ну, странно, я говорю, прям странно, что-то, мы так уверены были, что он у нас, я еще говорю, а если полторы тонны на него загрузить, это что, говорю, 8 станет, говорю, почти как ЗИЛ, что ли, весит. Ну, то есть, понимаете, какое сознание было? Вот так вот веса показывают, настроены. Вот, знаете, как не хранишь вот эти бумаги с собой никакие, вот, когда взвешивают или еще что-то, ну, ситуация какая-нибудь. Ладно, все, вставлю кусочек этот, всем пока. Ну, если вы на 66-й поставите без турбины, ребят, да нормально едет тоже, дядя Толя ездит, и, как бы, коробку поставил ЗИЛ, во-первых, мощнее у него стало, он сам, значит, значительно, ну, как бы, такой, то, что передачи передвинулись. И он говорит, ну, я, говорит, сейчас раздатка, в принципе, понижена, говорит, вообще не включаю. Передачи по-другому у него, говорит, начали сейчас включаться, то есть стало лучше. То есть, опять же, турбина, это еще одна балда, которая висит, которую надо обслуживать. Вот, все, надо подходить с той позиции. Если вы что-то прикрутили на машину, ребят, сразу думайте, как вы это будете смазывать и как вы это будете обслуживать. Вот, я тоже много смотрю, кто, там столько наворотов всяких делают, знаете, ну, не знаю, я говорю, все надо обслуживать. Печка на 66-м, дядя Толя, там надо девятки обычную печку поставить, и радиатор, сам, и вентилятор, он, ну, нормально дует и места мало занимает. То есть, такой пойдет, вот, как девятки. Да, на него это и то ставит, а девятки, потому что родной вообще не тянет, не справляется. Так, вот какая еще проблема с турбиной, ребят? Вот у нас турбину, я показывал, как мы ремонтировали, там проблема в чем? Если турбина начинает подкидывать масло в двигателе, ну, с двигателя, вернее, подкидывать, она смешается с воздухом масло и попадет, ну, в цилиндр, начнет работать двигатель на масле. То есть, начнет с двигателя высасывать масло. Даже если ты топливо перекроешь, он просто пойдет в разнос. Вот вся проблема, нужно за турбиной иногда хотя бы шлангочку снять, посмотреть, сухая она или не сухая, да? Как это посмотреть, не знаю. Второй момент. Некоторые говорят, у меня, типа, масло не расходует, ну, именно дизельный газик. Ребят, если он не расходует, значит, туда солярка попадает. Тоже плохо, да, вот смотрите. Разбавляет масло постоянно солярка. То есть, маленький расход, ну, какой-то у дизельного двигателя должен быть масло. Вот. Но опять, какое-то оно, знаете, это только вам смотреть, вы на ней ездите. Потому что большой будет, значит, смотрите, турбина, да, она жрет, или поршневая жрет, да? Или, допустим, как бы, наоборот, солярка и уровень всегда стоит или прибавляется. То есть, солярка попадает начинает, форсунка льет какая-то, да? Ну, туда вот протекает. Ну, смотрите, вот этот вот момент тоже такой, то есть, в разнос пойдет на раз. Так, парень тоже написал, у меня рулевая замерзает. Ребят, ну, как он замерзает? Не могу повернуть, там, руль, все такое. Мы льем декстрон. Ну, если уж декстрон, кто-то там, ну, говорит, все равно замерзает декстрон. Тип Т4 масло есть такое. То есть, до минус 50. Это уже на современных коробках автоматок, да, она стоит. То есть, это именно, ну, вот такое. Для рулевой хорошо подойдет масло, качественное, я думаю, что проблем нет. Ну, это еще самый такой, знаете, суровый, наверное, вопрос, к которому я отношусь, ну, серьезно. Парень написал, если я залью Супротек дольше походят, там, как-то номер его там назвал даже, я вообще к этим всяким присадкам вообще болезненно отношусь. Ребят, не может присадку, вот сколько сейчас мороженое хорошее стоит? Ну, вот посчитайте, сколько присадка стоит? То есть, и вы верите, что, допустим, какая-то там, ну, хорошая, допустим, фирма, там, ну, какие-то масла, не буду называть, да, какие-то там, они сэкономили на чем-то. А здесь вот такую присадку в баночке вам продали за огромные деньги, при том, что, да, и вы зальете, и все, и у вас сразу все исчезнет. Все, поломка сама, ну, восстановится, деталь как-то восстановится, они там даже говорят, что все восстанавливается. Ну, ну, как износилась деталь, железная износилась, как она восстановится, там, сами-то подумайте. То есть, или продлится срок службы. Ну, опять я вам объясню. Смотрите, вот эти гипоидные передачи, грубо говоря, мосты, да, вот эти все, ну, червячные какие-то передачи, они вообще, ну, разработаны на негрол. То есть, и зимой она на негроле должна работать, и летом на негроле, и жара, и холод. Мы льем трансмиссионные масла уровнем выше намного. Вот мы себе, допустим, тойотовское масло там залили, по-моему, 75 ВС, что-то такое вот. Ну, то есть, оно, во-первых, то, что это вязкость, да, вот 75, оно синтетическое масло. То есть, я сейчас, как бы, ну, конечно, анахронизм сейчас, лить масла, ну, в такой, в двигатель, допустим, или куда-то, минеральные. Надо все равно какие-то более-менее синтетические лить. То есть, сразу, чтобы у производителя все эти присадки в масле были, то есть, ну, то есть, это качественные, дорогие масла. Надо лить сейчас. Ну, я уже, как бы, тоже, ну, если вы зальете, что-то такое, вот я, ну, как-то, знаете, Супротек, да, вот он мне сказал, а такой, знаете, был ремет. Ну, или есть сейчас, продается, продается, кстати, наверное. У нас парень на газете залил, в коробку. Он что-то говорит, у меня коробка шумит, вот мне там сказали, если ты сейчас зальешь, у тебя коробка перестает шуметь. Какую-то бутылочку размешал туда, выдал в коробку, все. Ну, буквально там, наверное, может, 10 тысяч проехал, загудела коробка, разбирает, все. Знаете, что случилось? Или он плохо эту жидкость как-то размешал, этот там порошочек или еще что-то. Вот у него получается подшипник скольжения на валу, там канавки масла, ну, куда проходит масло, да, их забило вот этим. Ну, это вообще смех, я говорю, должен что-то там восстановить, а он, наоборот, сломал, сожрал деталь. То есть, ну, и все, он говорит, не-не, я, говорит, жизнь больше не залью. Ребят, второй случай. Ребят, в двигатель присадки тоже там что-то размешаете там, что-то залейте куда-то там. Ребят, запаковывает маслофильтр. Просто. Я не знаю, какая польза получать, но вред точно. То есть, начинает маслофильтр через перепускной канал. То есть, шторка забита вся вот этими фракциями маслофильтра. И все, и он начинает, как бы, это. Даже второй момент. Вы поймите, что у родного масла и то, не у всех, как бы, рассчитано, вот, почему говорят, вот, на этом масле надо вот такой машине ездить, вот, на этом масле такой машине надо ездить. Понимаете? Потому что они рассчитывают под какие-то масла, фильтр рассчитывают. Крутящий момент рассчитывают. То есть, допустим, если вазовские вот эти легковые машины ездят, ну, знаете, там, три-четыре тысячи, да, а иномарки-то и девять тысячи раскручиваются. Разные совершенно масла. То есть, если вы зальете какую-то вот эту бутылочку, она вам не поможет. Ну, я не спорю ни с кем. Деньги есть, желание есть на себе испытания проводить. Занимайтесь. Я бы не советовал никому, честно говорю. Потому что какой будет побочный эффект у этого всего, никто не знает. То есть, вы себе только испортите все. Ну, на такой ноте вот, наверное, буду. Не хочу даже вот я вот про это разговаривать. Это вообще, это прям тупик. Короче, для меня это тупик. Покупайте хорошие, дорогие масла. Все. И заливайте. Не жалея. Я вам честно скажу, то есть, вот так-то. Все. Всем пока. Что-то там спрашивайте. Вопросы есть, конечно, там еще у меня листочек. Ну, это уже совсем длинное видео получится. Уже стемнело даже. Все. Всем пока. Применение бензопиле. Кто-то может сразу догадается. По шкивку, поэтому устанавливается шкив сюда. То есть, вытащили вот такой вот ремень. И можно на генератор. То есть, аккумуляторы сели. Крутить нечем. Генератор. Можно бензопилой. Сейчас буду показывать, как это сделать. Вот, что получается. Конечно, у нас металл вытащен шкив. Но можно его с карболита, наверное, вытащить. С алюминия легче. Все это, что-то, как крутится. Стопорится. Вот. Здесь вот промеж. Как бы зубьев закручат стопорные болты. Сейчас буду показывать, как завести. И на генератор зарядка пойдет. То есть, очень все просто. Как бы даже направление вращения, это нормально. Садись на крыло. Мензопило в руки. Ну, подержал маленькое. Нормально. Касаясь ремня, если запасной кто-то возит с собой, то есть, его надо больше держать на вытянутый вот такой вот как-то. Вот так вот свернутый, как вот, грубо говоря, может, один в один вот так вот, да, сворачивает. Лучше не надо, потому что ручеек переворачивается. Только он чуть-чуть ослабнет, сразу слетит. И партиатор ударит. Лопасти сломает. Ну, то есть, ремень надо держать, чтобы он всегда ровный был. Сейчас, как положим ему быть, где-то, наверное, в кабине или за сиденьем, попытаться вот так вот хранить. Вывернутый нельзя. Пойду покажу, как в кабине. Сжигание, как начинает он, все, пошла зарядка. Ну, а плюс идет, вот хорошо идет, да. Выключаю. Смотрите. Ну, не разряженный, как бы, из-за этого. Потому что попробовали перед съемкой маленько, но зарядка идет все равно хорошо. Единственное, вот когда включаешь, так вот генератор, без заведенного двигателя, тахометр показывать начинает, сколько оборотов дает. Зарядили, ремень надели. В принципе, двойного назначения пива получается нормально. Смотри, гаечник все у нас посмотрел, конечно, все проверил. И у него замечание было по кенгурятнику еще. Он говорит, вот это тоже, говорит, надо снимать. Я говорю, без проблем, прям сейчас, говорит, в кузов закинем, и все, и нарушения нет. Он говорит, ну, такой головой мотнул. То есть рулевая. Все исправили, все нормально. Ну, что-то вот не досмотрели. Так как все вроде нормально. И вот на этот золотик у него было тоже замечание, что большой люфт. Ну, как сказать, люфт большой-небольшой, а вот колесо не видел, да, что от 131-го стоит. Он больше смотрел на протектор, высота, порезанный и нет. И опять же, увидев вот эти крышки, ну, тюбетейками их еще называют, да, первое у него, что это, ну, родное. Это все родное стоит. Ну, 20-й размер, это на самом деле родное для газона, для военных делался. То есть это можно даже посмотреть. Да, кстати, вот как мне надо сфотографировать спецификацию, из чего машина собрана. То есть это с синими печатями, кто будет покупать машину. Ребят, ну, наверное, буду обзор снимать тоже. Вот это надо, чтобы она у вас была в наличии. Из чего машина сделана. Там номера вот этих всех машин. Ну, то есть она сборная, это все понятно, да? Только из чего сборная. Ну, вот еще маленький момент. По тормозам. Стоит ли сюда дисковые ставить? Ну, я думаю, наверное, не стоит. Потому что глаз наметан у него и прям, знаете, все определил, что неродное стоит. То есть ты прям на стоянку сразу все до устранения. А когда ты это устранишь, если ты тормоза там переделал? Ну, наверное, нет. Не готовы мы ни к дисковым, ни к воздушным, ни к каким. Пусть так стоит. Плохо работает, прям честно, очень плохо. Но, знаете, где-то на стоянке потом отстоять стоять тоже не очень хочется. Ну, еще и штраф же вытащу, да? Вот. По рулевой тоже скажу. Ты пусть лучше так. Плохо, худо, ну, переделываем, доделываем, что-то там. Знаете, как. Ну, нет, наверное, не готовы тоже что-то другое делать. Только увидят, это сразу, я говорю. Это тормоза и рулевой, это вообще основа машины. И лучше не трогать это. Пусть как она есть, так есть. Вообще. Пусть что сделать. Плохо, плохо, но пусть так. Это уже к заводу надо вопрос вообще. Или когда машину покупаешь. Сейчас цена миллион восемьсот пятьдесят, я смотрю. Последняя цена. Это просто разутого, раздетого, да? Без лебедки, без всего. То есть, если до ума довести, ну, счет из двести пятьдесят, это налегке прям вкиньте. Два миллиона готовы отдать? Нет? Не знаю. Я бы не стоил. Вообще, я бы так, ну, не советовал вот так вот это делать. Не надо. Продолжение следует. 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 Продолжение следует.